Телеканал Каплюс, газета Республика и агентство журналистских расследований запускает новый проект 101 прихватизатор Казахстана. Составим список тех, кто продал страну. Руководители трех СМИ предлагают назвать фамилии людей, кто больше всего нажился, воспользовавшись близостью к телу, хитростью и коррупцией, завладел тем, что принадлежит всем казахстанцам. Это месторождение, предприятие, земли, здание. Речь пойдет не только об известных стране именах, но и об их доверенных лицах, людях, публично не засвеченных, но помогавших растаскивать страну. Проект будет осуществляться силами трех организаций. Республика подготовит досье на прихватизаторов, на основании которых представит на суд читателям циклы статей о тех, кто сегодня владеет Казахстаном. Телеканал Каплюс будет рассказывать о ходе проектов, специально запускаемой для этого программе. Агентство журналистских расследований с помощью коллег на Западе займется поиском активов – прихватизаторов. Начать список предлагается с семерых человек. Это Карим Масимов с доверенными лицами, Владимир Ким, Булату Тимуратов с сыновьями, Булат Назарбаев, Осет Исикешев и Манголита Смагомбетов с зятем и Дарига Назарбаева. Еще 93 кандидата мы ждем от читателей и телезрителей. Если у вас есть сведения о незаконной деятельности перечисленных выше лиц или тех, кого вы считаете прихватизаторами, присылайте информацию на официальную страницу проекта на Фейсбуке. 3w.facebook.com 101прихватизатор.кз Люди достаточно, так сказать, живо восприняли эту идею и уже даже предлагают свои варианты, кто должен быть в списке, называют фамилии и уже предлагают внести в список. Мусина, Машкевича, других персоналей, которые так или иначе что-то себе чувствовали от народного пирога. Пока вот такая реакция. Но я думаю, что для первого дня это достаточно неплохая реакция, с учетом того, что мы сейчас имеем достаточно ограниченный доступ к аудитории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Курс